Туристские затраты. Факторы производства турпродукции. Туристские затраты. Факторы производства турпродукции. Тут вспоминаем экономику. Факторы производства у нас какие? Это труд, земля и капитал. Производство туристского продукта требует естественных ресурсов. Существуют три основные категории производственных ресурсов или факторов производства. Это природные и культурно-исторические факторы, это людские факторы и это капитальные факторы. Итак, природно- и культурно-исторические ресурсы – это фундамент туристского предложения. Этим факторам принадлежит особое значение в удовлетворении нужд туристов. Рекреационные ландшафты, комфортный климат, водные объекты, особенно теплые моря, минеральные воды и лечебные грязи – все это привлекает посетителей и решающим образом влияет на туристское движение, придавая ему определенное направление и формируя его структуру во времени и пространстве. Но тут надо помнить, что большинство природных ресурсов истощается в процессе туристской эксплуатации. Часть из них не возобновляется, другая восстанавливается, причем восстанавливается либо самостоятельно, либо же при участии человека. Второй вид ресурсов – это людские ресурсы. В процессе производства туристского продукта используется труд, то есть сознательное раскрытие физической и духовной энергии человека, направленной на получение доходов для удовлетворения своих потребностей. Это широкое понятие, оно охватывает состояние здоровья и физическую силу, образование и профессиональные навыки людей. Туризм является одним из наиболее трудоемких секторов мирового хозяйства. Далее, третий ресурс – это ресурсы капитала, то есть капитальные ресурсы. Первичные факторы производства, то есть труд и земля, вступают в определенные отношения между собой, порождая капитальные, то есть инвестиционные ресурсы или капитал. Он с самого начала является производным фактором. К нему относятся средства труда, созданные человеком для производства с их помощью других товаров и услуг. Капитал служит длительное время, сохраняя материально-вещественную форму в процессе эксплуатации. Стоимость капитала переносится на готовую продукцию или предоставляемые услуги постепенно, по частям, в виде амортизации. Помним, да, что капитал – это не только деньги. Классификация элементов капитала, применяемая в России, является типовой и включает в себя. Здания основные – это отели, бары, рестораны, клубы и так далее. Здания вспомогательные – это гаражи, прачечные, котельные и так далее. Сооружения – канатно-кресельные и канатно-бугельные дороги, отстойники туристских поездов, спортивные площадки и так далее. Капитал также включает в себя вычислительную технику и программные средства к ней, то есть компьютерная техника, информационные системы, системы обработки данных и так далее. Также капитал включает в себя и транспортные средства, легковой автотранспорт, автобусы, легкий грузовой автотранспорт и так далее. На этом наш с вами билет «Туристские затраты. Факторы производства турпродукции» закончен. Пооблагодарить автора, то есть меня. Вы можете, подписавшись на наш канал на ютубе, поставить лайк или сделать репост этого видеоурока у себя на страничке в социальных сетях. Для этого надо нажать на значок «Поделиться под этим видео». До встречи в следующем билете, в котором мы поговорим с вами о том, что такое мультипликационный эффект в туризме, и рассмотрим роль и значение статистики в туризме. Продолжение следует...